Привет, танкисты! С вами ваш Бомбилка. Вы смотрите обновленную серию гайдов. 2018 год у нас за окном, а это значит, что ИС все еще актуален. Да, сегодня у нас гайд по танку советскому, танку седьмого уровня, который начинает такую ветку серьезных советских танков, машин, которые уже имеют приличное орудие. Раньше ее начинал КВ-1С на шестом уровне, когда у него еще было орудие Д-25Т, но сейчас Д-25Т пушечка у нас начинается именно с ИСа, именно с этой машины. Поговорим сегодня о характеристиках, посмотрим, как всегда, обалденное сражение на ИСе, от которого вас захватит. Просто дух уже спустя несколько минут после его начала, так что присаживайтесь поудобнее. И я хочу напомнить, что наши ролики проходят абсолютно без рекламы. Вы на канале Бомбилка.Лайв, поэтому здесь вы не увидите ни одной рекламной вставки, никакого продажного обзора, так что можете смело основываться сейчас на мое мнение и пользоваться им при покупке этого танка, при прокачке ветки. То есть потом вы бомбить не будете, все будет именно так, как я сказал. Но единственным спонсором этого ролика являются ваши лайки. Ставьте, пожалуйста, лайк этому ролику, если вам понравились обзоры и если вам помог каким-то образом канал Бомбилка.Лайв, возможно, в прокачке ветки, возможно, в советах по игре. Итак, как всегда, начнем с характеристик, пройдемся по центральным ключевым плюсам-минусам в этом плане, а потом поговорим о тактике игры и о положении ветки. Итак, ИС у нас танк 7 уровня советский и имеет в стоковой комплектации очень слабую пушку. Если вы до этого вообще никак не качали советскую ветку и у вас нет нигде не открытой Д-25Т, то вначале вам придется столкнуться со стоковым орудием, которое, скажем так, очень дерьмовое. И игра на стоковом ИСе это просто кошмарное страдание, один из самых плохих танков в стоковой комплектации, потому что пушка не будет никого вообще пробивать. Вы напрочь в нулину просто сольете свою статистику, поэтому лучше запаситесь перед покупкой ИСа свободным опытом, но запас придется делать большой, потому что Д-25Т в исследовании дорогая, и это единственная пушка, которая адекватно смотрится сейчас на ИСе в 2018. В общем, определились с орудием. Железно Д-25, 122-мм Д-25Т орудие, урон у этого орудия 390, а бронепробитие 175 ББшкой и 217 голдовым снарядом. Про фугасы говорить не буду, потому что возить их стоит 1-2 всего, на случай там какого-либо сбития захвата, шотного последнего противника, но не более того. Так как перезарядка у ИСа в принципе долгая, то навряд ли вы сможете контролировать боекомплект на картонные танки, может быть какой-то там борщ, на него фугас, но это очень редко бывает, поэтому не больше 2-3 снарядов. В целом, боезапас у ИСа довольно большой, и ситуация, когда вы совсем останетесь без снарядов, крайне невелика, особенно учитывая нашу длительную скорострельность, да и то, что мы не ДПМный танк, не Е-25 совсем. Играть в топе ИС чувствует себя настолько комфортно вверху списка, что это просто танк имба. Тащить бои против 5-6 вражеских машин вы сможете на ура. Это вам позволит сделать бронирование танка ИС, корпус на 120 мм впереди и 90 борта 60 мм корма. Башня 190-90, столов башни. Но эти циферки никого никогда не интересовали, давайте подробно скажем так. ИС танк шаровой. Да, нас могут пробивать и шестерки, иногда даже пятерки, семерки без вопросов. Но иногда 50 на 50, скажем так, ИС танкует. Но все-таки есть и слабые места. Вот эта командирская башенка огромная, вообще слабая туда шить, железно все будут налегке. Ну и, конечно, не поспоришь с тем, что борта корма без вопросов тоже пробиваются. Да что говорить, нас в лоб пробивают. Единственный способ хорошо танковать на ИСе, прям железно, это ромбиком от какого-либо укрытия. Ну и задницей не танкуйте, там вообще очень легко все воспламеняется, горит и пердак потом будет полыхать. По поводу мобильности давайте поговорим. Максимальная скорость 34 километра в час вперед и скажу вам честно, и у ИСафф с мобильностью в принципе все в порядке. Максималку он набирает, конечно, крайне редко, но где-то 28-30, 32 даже будет выжимать. Вам, как для тяжелого танка, в принципе будет чувствоваться вполне себе комфортно. Огромное удовольствие от движения. Ну не скажу, что огромное, но в принципе, так сказать, бомбить от скорости и подвижности ИСа не будет. Со скоростью поворота и с башней, со скоростью поворота башни и корпуса тоже все у нас в порядке. Главные минусы ИСа. Это, конечно же, то, что он очень редко стреляет, у нас где-то 5 выстрелов в минуту делает ИС. Это значит, что где-то 12-13 секунд перезарядки вам придется выжидать. Это да, здесь никуда не деться. Но может сократиться до приблизительно даже 11 где-то секунд со всякими досылателями и хорошим экипажем. По углам вертикальной наводки. Минус 6 вниз и плюс 25 вверх. Скажем так, это средние УВНы. Есть и хуже, но скорее ближе к плохим. Если было минус 7, я бы сказал уже средние 4 с плюсом. А так скажу где-то, наверное, 3 с плюсом. Скорее эти УВНы не на троечку, но не на двоечку, как бывает у нас. Танки практически вообще без УВНов. Вот так вот. По поводу живучести. У нас 1230 хп у ИСа. Этого на седьмом уровне, в принципе, абсолютно достаточно. Урон в минуту 1903 единицы. И здесь он, конечно, небольшой, но мы вынуждены играть от Альфы. Это все-таки танк от Альфы. По поводу позиционки. И давайте подведем сейчас итоги характеристик и плюсов-минусов ИСа. И из этого уже сделаем выводы по поводу, как на нем правильно играть. ИС у нас танк бронированный, среднеподвижный. Поэтому играться будет на первой линии. Если вы видите город на карте, езжайте туда. Но, в принципе, может попробовать и на среднеоткрытых пространствах с рельефом. Конечно, УВНы у нас невелики. Минус 6. Но если вы будете грамотно выкатываться из-за углов, то, в принципе, проблем не будет. Подвижность поможет нам переезжать между флангами. Если не по 10 раз на бой, то 1-2 раза фланг сменить вы успеете. Опять-таки, почему нужно стараться занимать городские позиции, если они на картах существуют? Потому что мы играем от альфы. И после того, как мы отстрелялись, заехать за какой-нибудь домик было бы, в принципе, максимально логичным решением. По поводу особенностей игры на ИСе. Вот у нас недавно был гайд по КВ-1. И я рассказывал в целом по поводу особенностей игры на советских тяжах. И там были те же советы. Но если КВ-1 имеет скорострельную пушку, то есть он мог бы, в принципе, выезжать на врага и, так сказать, по ДПМ его разбирать, то ИС обязательно должен иметь план Б. То есть после выстрела мы должны обязательно знать, куда нам, если что, дать ноги. Это чем-то похоже на тактику игры на барабанных танках. После того, как вы откидали барабан, вы должны знать, куда уехать, потому что ваша задница уж слишком сладкая. Так и здесь, но немножко не так агрессивно. Вам придется врываться, скорее вы отстрелялись и отъехали. Но это все скорее в средних частях списка. Если ИС вверху списка, то он становится настоящим богом. Машина тогда наказывает вражеские танки вертухами, танкует даже выезжая в самых глупых позах, но, конечно, не задницей. Поэтому вверху списка ИС это просто царь. По поводу главных минусов ИСа. Это, конечно же, минус всех советских танков. Низкий обзор, всего 350 метров. И, собственно, очень косое орудие. Иногда придется стрелять вертухами, надеяться на удачу. Иногда вы с полным сведением даже можете не попасть. И от этого уж, поверьте мне, жопа иногда очень сильно горит. Скажем так. Ну, я думаю, по характеристикам и по тактике игры мы поговорили. Давайте, собственно, теперь же посмотрим бой, подведем какие-то итоги, расскажу про ветку, про то, что ждет вас дальше в ветке прокачки ИСа. Я еще раз говорил и продолжаю настаивать на том, что ветка ИСа третьего и, собственно, ИС в этой же ветке находится и все, что дальше, являются одной из самых интересных в нашей игре. Во-первых, они очень хорошо подходят новичку. То есть, начать играть именно с прокачки ИСа, с прокачки ИСа седьмого, вы не почувствуете дискомфорта. Потому что танки прощают ошибки. Если вы выкатываетесь как-то неверно, неправильно, вероятность то, что вас накажут и сразу отправят в ангар, на ИСи меньше, чем на любом, наверное, другом танке седьмого уровня. Ну, если же, может быть, только японцы еще тоже прощают. Но и то, по-моему, там ставят на каток, крутят. Мы все-таки в динамике более продвинуты. Потому что вы видели схватку нашего ИСа сейчас в этом бою с японцем на базе и видели, как он из нее вышел. То есть, именно благодаря тому, что он просто его закрутил фактически. То есть, да, несмотря на то, что как бы это странно смешно не звучало, ИС тоже может закрутить. Вот такие вот дела. Ну и по поводу достижений в бою. ИС поможет вам поднять статистику, потому что его все начинающие игроки начинают быстро сразу качать. И, конечно, статистика на ИСе, скорее всего, убита. Я, если честно, цифры не смотрел, но догадываюсь. Поэтому, если вы хорошие показатели на ИСе сделаете, то, скорее всего, у вас вырастет ВАД-8 и другие, так сказать, рейтинги, рейтинги большого прибора в нашей игре. Кто понимает эту слегка пошлую шутку. Ну и давайте смотреть финал этого сражения на ИСе. И я напомню вам, что подведу свое мнение еще раз. Обязательно покупайте танк ИС. По поводу оставлять в ангаре или нет. Вот тут спорный вопрос, потому что дальше идет ИС-3, который железно нужно оставлять в ангаре, который круче ИСа. Что ж там поделаешь? Но об этом узнаете в ролике про ИС-3. Скорее всего, он уже вышел. Может быть еще нет, но если нет, то в ближайшее время выйдет на канале Бомбелка Лайф. Но прокачка ИСа в любом случае будет для вас комфортно. Играйте, как я сказал. Всегда знайте, куда отъехать. И помните, игра от рельефа это не ваш конек. Еще хочу вот момент, который выделить. И открытые пространства тоже не ваш конек, потому что у вас абсолютно нет обзора. Да, по поводу оборудования, ну конечно, стандартная аптечка, огнетушитель, римкомплект вы будете возить. Ну и стоило бы на ИСа еще добавить. Досылатель, приводы наводки и возможно даже стереотруба. Вот здесь очень спорно. Не стоит, конечно, ни в коем случае ставить масксеть, вентиляцию и прочую ерунду. Из железного, возможно, на разброс что-нибудь, почитайте. На сведение, на разброс и на скорострельность. Вот что нам нужно. Потому что перезарядка очень долгая. Досылатель просто must have. Вот такой вот он у нас ИС. Обязательно советую к прокачке, но стоковый, конечно, будет вас бомбить. Всем желаю удачи. Увидимся. Помните, что канал Бомбил Кого отживет только благодаря вашим лайкам и поддержке. Пока-пока, мужики. Расставьте, пожалуйста, лайчинский.